И доброго времени суток, дорогие друзья. 6 декабря прошла профилактика и она была посвящена изменениям ко дню рождению игры. Давайте же посмотрим, какие ивенты нам сегодня завезли и что здесь есть вообще интересного. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить палец вверх и подписываться на канал. Погнали! Раз, два. Двенадцать лет растет игра. Три, четыре. Крафтить броню могут все расы в мире. Пять, шесть. Новых локаций и рейдов не счастье. Семь, восемь. Знай на зубок все механики боссов. Девять, десять. Для межсерверных битв в R110 оденься. Легенда, с которой все началось, не стоит на месте. Попробуй Линейч 2 бесплатно на Фагейме. А начнем мы с ивентов. В каждом большом городе у нас появился на постаменте вот такой вот NPC Лили. С ним можно побеседовать. Можно, конечно, прям подробно почитать здесь все то, что есть и какие у нас мероприятия планируются. Как вы видите, они довольно-таки имеют большой список. Начнем с положительного эффекта. Можно получить положительный эффект в честь дня рождения. На 24 часа вы будете получать один сундук с ледяной куклой фреи или сухой лед. Кукла нам нужна для синтеза и сухой лед нам нужен также для синтеза. Ну, вот этот баф просто на вас будет висеть и вы каждый час будете лутать эти самые итемы. Также можно получить подарок в честь юбилея. Можно получить один раз на аккаунт подарок. И также получаем подарок один раз в день на аккаунт. Давайте посмотрим, что же здесь у нас падает. Один подарок у нас к юбилею как раз таки. Здесь у нас медалька и плюс ледяная кукла. Это самое, которое мы также можем получить с помощью вот этого бафа. И здесь у нас праздничный брелок Агатиона Ангел-Хранитель Чучу, который у нас дает бонусы, если он у вас будет экипирован. На самом деле бонусы довольно-таки неплохие, так что можно пользоваться. Но обращайте ваше внимание, если вы играете на новых серверах, то этот Агатион, когда вы будете закидывать в ячейку, помните, что ваш Агатион Роза, он будет неактивен. Пожалуйста, не забывайте это, чтобы вы ночью без Розы где-нибудь не упали на автоохоте. Идем дальше. Также нам добавили новую инсту. Здесь можно будет заходить, выбрать сложность 105, 110 или 115 левел, зайти и попробовать убить дракона воды Фафуриона и получить за это награду. Там будут у нас такие, можно сказать, лутбоксы. В день можно лутать до 15 штук за убийство мобов, открывать их и получать какие-то подарки. На самом деле список довольно-таки вкусный, довольно интересный, но не знаю, как это будет на самом деле выпадать и что будет выпадать. Но на новых серверах, на том же Кадмусе, уже я видел, как люди вытаскивали несколько камней ПВЕ в пушку. Они довольно-таки дорогие на новых серверах. Ту монету, которую мы получили с вами при открытии сундука, который только что получили НПС, можно поменять в магазине этих самых монет на какие-нибудь интересные товары. Так скажем, здесь у нас и билет в групповую временную зону есть, написано, куда можно сходить. И ЛС, если вдруг вам они нужны. Ну, ценники, естественно, разные. Также есть какой-то камень обработки наряды для вечеринки, который стоит аж 60 тысяч монет. Но в любом случае, все это можно лутать. Также здесь можно закупиться сухим льдом и ледяной куклой Фреи. Также вот эти медали, которые я получил в количестве 50 штук раз в день, и вы будете их получать, можно на охоте добывать до 120 штук в день. То есть это тот как раз-таки лут, который будет выпадать у нас вместо эфира, который выпадает нам привычно. Ну и также можно купить ледяную куклу, если вдруг ее у вас нет по какой-то причине, она вам ниоткуда не выпала. И сухой лед здесь также можно будет прикупить. Давайте покажу вам принцип того самого синтеза. Да, ну давайте купим штук, пусть будет 20. Тут самое главное не количество льда и не количество кукол, а самое здесь печальное, это шансы и количество адены, которые вы будете отдавать за трай. То есть, как вы видите, куклу апнуть на второй левел, шанс составляет всего 5%, и за это вы будете отдавать 5 миллионов адены. Для новых серверов это вообще какие-то космические цифры, для старых серверов, думаю, вполне себе дело подъемное, и как вы видели во время даже ролика, ребята синтезировали, я даже видел уже обмен этих самых кукол. Я думаю, принцип понятен, это уже не первый раз было в мейн-версии, такие синтезы для игроков в Essence, это вообще уже просто за здрасть. Давайте теперь заглянем в особое создание, посмотрим, что же можно там на все это дело наменять. Кукла 2-6 левел меняется у нас на либо куб Звездного Гатиона, либо на книгу Забытой Силы Голова. 1, да, 6 кукла нужна, ну а здесь, я думаю, вы так разберетесь уже, посмотрите, что же конкретно здесь можно наменять. Самые, конечно, вкусные награды у нас за 10 левел куклы, здесь можно и получить Красный Кошачий Глаз исключительного качества 1 левела за 10 куклу, либо за 10 куклу Рубин исключительного качества 5 левела. Также с 20 декабря по 2 января у нас будет лимитированное создание, где за куклу 10 левела можно будет вытащить очень хорошие подарочки, очень жирненькие они, я вставлю вам скриншотик сюда в запись, и вы сами посмотрите. Шансы, конечно, маленькие, и обратно при неуспехе вы получите куклу 8 левела, но все равно, согласитесь, если вдруг у вас много адены и вы хотите потратить, то почему бы нет. Также в Геране у нас появились вот такие коты-танцоры, можно с ними пообщаться и получить положительный эффект. Положительный эффект будет выдаваться, если у вас в группе 7 персонажей, вы являетесь лидером группы, или если вы лидер группы, и у вас 3 персонажа разных рас. Так что подходите, танцуйте, бафчик будете получать на 8 часов, почему бы и нет. Характерические бафа вы видите на своих экранах. Также были добавлены новые клановые миссии, можно их спокойно выполнять, и в награду получать сундуки юбилейного завоевания, из которых вы будете доставать песочный сеневит и свитки шторма фри. Довольно-таки неплохо, и в будущем вы поймете почему. И также за 200 тысяч убитых мобов вы получите сверкающие золотые песочные часы в количестве аж 150 штук и полторы тысячи штормов. Это прям вот шикарно, я считаю, и не думаю, что 200 тысяч мобов это прям проблемно будет убить. И еще немножко по клановым миссиям. Если вы ходите в разоренные на дрил, или поля, как их давно принято было называть, вы получали вот такие вот сундуки и кипу свитков легиона дракона воды, из которых падали штормы, и теперь вы будете получать награду Х2. То есть вместо, или даже Х3, я уже не понял, сколько награды клана этих выдавалось, но в любом случае штормов от этой кипы выдавалась точно одна штука, а награды клана, по-моему, две было. Не помню точно, если что, поправьте меня в комментариях. Также в Адене будет появляться у нас NPC, которая называется Поздравляшка-пятнашка. Пока его, к сожалению, нет, но вот такие вот награды можно будет получить один раз на аккаунт. При разговоре с ним надо просто немножко подождать, как нас заверяют на Централе. Чуть-чуть подождать, и этот NPC должен где-то в Адене появиться. Думаю, к моменту выхода ролика вы, возможно, его уже нашли. Ну и переходим, наверное, к одному из самых сочных календарей, которые я видел на Мэйне, я их постоянно хейтил, но теперь даже, наверное, выражу прям огромнейшую благодарность, что календарь реально шикарный. Не обращайте внимания, что здесь написано 30 минут быть в игре для того, чтобы получить награду, нет, достаточно 5 минут, как и в версии Эссенс в сегодняшнем введенном календаре, просто почему-то не изменили здесь именно надпись. Надеюсь, какой-нибудь профилактикой это пофиксят. За первый же день вы получите руну поддержания энергии, это уже, я думаю, прекрасно, и многие это оценят. Но обращаю ваше внимание, что если вы получали сундук с руной энергии, который у нас выдавали после обновления, то руна у вас должна была сохраниться, если вы ее открыли до профилактики. Руна у вас должна быть в инвентаре, и, собственно говоря, эту руну, которая сейчас есть, ее брать смысла нет. Поэтому рекомендую немножко подождать, хотя пока эта руна у вас закончится, и потом уже брать следующую. Итак, в календаре у нас здесь ждет сундуки с припасами, здесь у нас будут мешочки с зарядами души и просто с припасами. В общем, все интересное. Печенье стремительного развития и сундуки с покровительством ангела 100 штук. Дальше у нас печенье стремительного развития, сундук с ожерельем ангела плюс 8, довольно-таки неплохо, прям хорошо, хотя не знаю, насколько оно, конечно, пригодится. Возможно, на твинках где-нибудь, на новых серверах, там сейчас все с волокасами бегают, там все вообще здорово. Дальше у нас идет печенье стремительного развития, сундук с серьгой ангела плюс 8, тоже очень даже неплохо. И вот это, наверное, одно из таких самых интересных. Красный кошачий глаз исключительного качества и синий кошачий глаз исключительного качества 10. Это просто вообще великолепно. Дальше у нас опять идет руна поддержания энергии и плюс-минус награды будут повторяться, повторяться и повторяться. Единственное, что что-то будет заменяться. Там сундуки с кольцом падшего, с сережкой падшего, можно будет их точить опять. Руны, гомункулы высокого ранга. Это как раз-таки те гомункулы, которые у нас можно будет вскрыть в Колыбели Времени и они вот такие вот зеленые. Здесь у нас точно будет зеленый агат, либо с низким шансом красный агат. Это тоже неплохо. Дальше у нас идет из интересного, пока вроде больше ничего прям нет такого, но вот песочные часы гомункула высокого ранга, еще 3 штуки, то есть можно будет гомункулами прям обмазаться руны, руны, руны. На 22-й день руна на ПВЮ урон плюс 15%. Опять все расходочки, все вот то, что уже примерно плюс-минус было, сказание. И самая прям жирнющая награда, естественно, будет выпадать нам на последний день. Здесь у нас руна поддержания энергии на 14 дней. Песочные часы гомункула высшего качества, то есть вы понимаете, что вы сразу можете при открытии выловить красного гомункула. Довольно-таки неплохо. Да, он рандомный, но согласитесь, я думаю, что, ну, повезет. Я надеюсь, что повезет, и вы вытащите хотя бы гомункула на свой класс, или тот, который вам хотя бы приблизительно нужен. Также здесь дадут еще 500 сверкающих песочных часов Невита и 1000 штормов. Ну и, как обычно, по классике золотую сферу. Не знаю, как по мне, календарь вот за то время, более полугода, который я вернулся на мейн, календарь, ну, очень прям сочный, и, мне кажется, один из лучших. Также около телепортеров у нас появился вот такой вот глашатый хомяк. У него можно один раз на аккаунт получить бонусы. Бонусы вы сейчас видите на экране. Это тот самый подарок. Всего лишь один раз на аккаунт. И здесь у нас будет ивентовая коллекция, монетка. И эту монетку можно будет в раздел «Ивент» добавить вот сюда. Монета «Юбилея». Одна штука. Атака и защита от всех стихий плюс 100. Мощность обычных атак. Физмак умений 5%, Физмак защиты 5% и бонус опыта 20%. Довольно-таки неплохо. Относительно халявы прям хорошо. Также наставники будут получать дополнительный опыт дополнительно 5% и атаку стихий, защиту от всей стихии плюс 50. Ну, по опыту, мне кажется, можно было чуть-чуть побольше сделать. И теперь при входе в игру у вас будет накладываться еще вот такой вот баф. Пришествие ангела-хранителя, который будет давать бонус энергии 20%, что довольно-таки неплохо. Ну и для точеров 20 удачей, я считаю, что это вообще прям очень немало. Я знаю, что большинство тратят огромные деньги для того, чтобы прогнать хотя бы 2 удачи, где-то их поймать, а тут сразу 20. Ну и как обычно, Либра, куда же без нее? Ее практически такая же Либра, как и была на предыдущем у нас обновлении. Здесь у нас Бакалейщик, купить товары Гильдии можно. Также можно что-то выбрать за АД, но если вам надо, если вам хочется, можно все это дело покупать. Также получить подарок Творца Сияния один раз в день на аккаунт. Здесь можно получить подарочек. Красен у нас выдает Камни Судьбы, то есть можете свапнуться, причем можете свапнуться и в новый класс Творец Сияния, который завезли нам на прошлой неделе вместе с обновлением. Ну, если честно, так немножко, если отступить, я разочаровался Либра, потому что я думал, что все-таки смогу свапнуть Гномку, но на Твинке попробовал и понял, что не вариант свапнуть именно Расу, потому что через Творца Сияния любой их следующий класс все равно будет Гномкой, к сожалению. Поэтому я даже думаю о свапе полностью чара, но это уже совсем другая история, которую я вам расскажу попозже. Также у нас здесь Кристалл Смены Стихии Оружия, можно в оружии поменять стихии, если вам это сильно необходимо. Помощь исследования. Это у нас бафчик. Помощь героя, энергия природы один раз в час будет восстанавливать энергию персонажа всего 24 уровня. Честно говоря, не знаю, зачем этот баф конкретно сейчас, когда у нас все обмазано рунами на виталку, но ладно, пусть будет. Ремесленник у нас меняет оружие на другой тип, меняет доспехи, талисманы, радужные диадемы, талисманы семени. В общем, если надо что-то обменять, это к нему. Запечатать оружие дракона. Это у нас, если есть у кого-то прям богатые ребята, 3-4 палки. Их можно запечатать в сундук и получить оттуда рандомную 3-4 палку за определенную доплату в виде золотых монет инхасад. Но я думаю, что с этим и так уже можно будет разобраться. Также можно изменить тип краски, изменить упаковку Кристалла Души. Именно упаковку, обращаю ваше внимание, что не сам Кристалл Души, а если у вас есть вот такая вот, точнее, запечатать в упаковку и потом из этой упаковки достать рандомный какой-то уже этот самый Кристалл Души. Ну и обменять брелок Агатиона плюс 10 или брелок улучшенного Агатиона плюс 5 на другой тип. То есть это все классические обменники, которые были и в прошлой либре. Ну и, друзья, вот такие вот у нас ивенты к празднованию 15-летия. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, понравились ли вам ивенты, что конкретно для себя выделили и вам прям вот это зашло, и вы этим восхищаетесь. В общем, будет интересно почитать комментарии. Ну а для вас сделал обзор Души молодой. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы не забыли поставить пальчикер, подписались на канал, если вы здесь впервые. Также помните, что у меня есть телеграм-канал, где проходят все анонсы, розыгрыши и тому подобное. На ней есть ссылочка в описании, если захотели попробовать мейн-версию на старых или на новых серверах, то переходите по ней, получите дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. А я вам желаю всего самого хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного. Кто как пожелает, удачи вам и самое главное, не болейте.